добрый вечер дорогие телезрители я очень рад вас приветствовать снова в студии телеканала новый христианский и нас сегодня вечером передача которая называется чистый четверг наша студия уже потихоньку начала курсировать поэтому мы вели прямую трансляцию из риги из вильнюса из киева из днепропетровской из харькова ну и сегодня мы находимся в городе першитравец здесь уже 25 раз проходит ежегодная библейская школа и как обычно у нас учится около 500 студентов и мы приглашаем различных учителей библии служителей божьих всемирно известны для того чтобы они могли послужить своим даром тем людям которые находятся здесь на обучении и конечно же мы не могли упустить такую возможность не пригласить нашу студию в прямой эфир человека я бы сказал легендарного который уже на протяжении 40 лет служит в служении экзорцизма и его по праву в мире считают экзорцистом номер один за свою жизнь он провел 50 служений экзорцизма он написал 36 книг и также очень часто выступал на различных шоу на различных телевизионных программах его приглашают в различные динаминации у него учатся католики учатся православные учатся протестанты и тема его служения 1 как изгнать демонов из людей и таким образом дать человеку свободную жизнь это то о чем говорил иисус христос именем моим будете изгонять бесов итак в нашей студии боб ларсон слава иисусу христу спасибо я очень рад находиться с вами сегодня здесь мы очень рады быть с вами паста бобу я ввери glad and happy to be here with you i'm very happy every time i come to ukraine я так же счастлив каждый раз когда приезжаю в украину i think this is the 11th or 12 time я думаю это наверное уже 11 или 12 раз когда я посещаю украину да 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 сегодня у вас тяжелый день был you had a very difficult day today very difficult day long day of ministry очень сложный день длинный день находясь в служении начали сегодня рано утром служил служением исцеления освобождения на библейской школе итак первый традиционный вопрос для каждого гостя нашей студии как начался ваш путь к богу как вы узнали бога как вы познакомились с богом как вы были спасены и в конце концов как началось служение экзорцизма please tell us how your journey began how you became a christian how you started off being an exorcist how everything started i didn't become a christian until my early twenties я только в 20 с чем-то лет принял христианство в то время я учился в университете хотел изучать медицину я также играл в группе рок-н-ролл для того чтобы оплатить свое обучение в университете я стал христианином когда уверовал я решил что не буду больше врачом я стал путешествовать видел много разных культур и разные религии но после этого я стал мотивационным спикером мотивировал людей я путешествовал по миру и мотивировал людей я также начал писать книги но меня всегда тянуло и заинтересовывала тема сверхъестественного я искал какие-то моменты которые могли бы меня притягивать к сверхъестественным вещам я также начал радио ток-шоу и на протяжении 20 лет 3 часа в день я вел ток-шоу программу на радио миллионы людей слушали меня каждый день но я продолжал встречаться с людьми которые были одержимы бесами я всегда задавал себе вопрос почему такие люди притягиваются ко мне где-то 20 лет тому назад я понял что это мое финальное и предназначение в жизни быть экзорцистом и также обучать других людей как изгонять бесов и освобождать людей от демонической и поэтому сейчас я продолжаю путешествовать по миру и делаю то же самое я делал много разных вещей по жизни но ничто как экзорцизм приносит мне большее удовольствие вот что я делаю сейчас пастор боб сейчас мы несколько минут посмотрим ролик о вашей деятельности во всем мире уже пастор боб now we're going to switch to this live tv and watch a little video about your ministry all over the world хорошо доктор боб ларсон праведний світовий експерт в сфері надприродних явищ уже протягом 40 років его служение видимо более чем в 100 странах света доктор боб ларсон приймав участие популярных телешоу Америки таких як шоу опри фактор орайли доброго ранку америка ничні новини с н н юз доктор фил боб ларсон був героем документальних фільмів знятих різними кіно і телекомпаніями також він герой газетних репортаж доктор боб ларсон за роки практики в сфері демонології і екзорцизму написав і випустив 36 книг вони перекладені на різні мови світу задокументовано 50 тисяч чоловік які пройшли служіння екзорцизму у боба ларсона за рік у нього проходить одна тисяча сеансів екзорцизму доктор боб ларсон засновник міжнародної школи екзорцизму яка веде свою діяльність протягом п'яти років метою свого служіння доктор боб ларсон вважає можливість навчити людей не тільки отримати свободу а ще й залишитися в свободі і жити в свободі Слава Богу, що ви передаєте свої знання своє помазання і свій дар людям, які також желають заниматися екзорцизмом У нас є онлайн школа посвіщенна служіння екзорцизму которая також доступна на русському языку ми обучали тисячі людей в режимі онлайн і вони сертифіціровані екзорцизмом і у нас образовались команди екзорцизм которые базируются по большим городам по всьому миру Работа настолько большая, що один чоловік не може все це удержати Ну також я дуже радий, що пастор Боб Ларсон имеет передачу на телеканале Новий Христианский і якщо кого-то із телезрителів інтересують інформація о його школі онлайн о книгах, ми будемо говорити о них позже і також ми можемо говорити даже о личной консультации Боб Ларсона через видео він буде знаходиться в США і ви тут і ви можете з ним зв'язаться і мати личний сеанс і це доступ до його служення і я дуже радий, що він передає своє учення людям в Україні, в России, в Беларусі, в Прибалтиці ну і, конечно же, по всьому миру в США, в Європі у меня такой вопрос очень многие люди дерзають изгонять бесов ну, во-первых, не у всех получается но какие критерии должен иметь человек для того, чтобы серьезно заниматься этим служением потому, что есть такое мнение что если ты не совсем чистый не совсем правильный человек не совсем правильно живешь у тебя какие-то сферы жизни не в порядке и ты будешь изгонять бесов то это может негативно на твоей жизни сказаться some people think that if you are not living a godly life not a clean kind of life and you are into such ministry it will affect your life we certainly want people walking close to the Lord if they're going to do exorcisms конечно же, мы хотим, чтобы те люди которые будут заниматься экзорцизмом они были рядом с Господом но реальность заключается в том что мы все рабочий момент Иисус выбрал тех учеников которые не были всегда набожными людьми но у них была страсть следовать за Иисусом Христом вот что самое важное в такого рода служении надо любить людей надо чтобы сердце человека который служит подобным людям сопереживало и сочувствовало им чтобы они смогли помочь людям с разбитость, с разбитого состояния быти я часто говорю людям экзорцизм не подразумевает из себя только изгоняния бесов это также спасать людей от греха исцелять семьи восстанавливать семьи вытягивать людей из зависимости и наркотиков спасать людей от всякого рода зла восстанавливать их как личность как ту личность которую изначально хотел видеть Бог наша миссия, наша цель это исцелять жизни людей демоны и бесы это только то что препятствует нам мы фокусируемся на том чтобы исцелять людей но на пути к исцелению и к реставрации их жизни если демоны становятся на этом пути мы просто изгоняем их, убираем их с пути окей хорошо ну я так понимаю что ваши книги которые вы написали их 36 они также призваны тому чтобы помочь людям разобраться в каких-то своих духовных проблемах и помочь людям из них выйти это правда все верно буквально несколько слов книга которая переведена на русский язык как молитвы изгоняющие демонов люди должны знать как молиться чтобы получать освобождение от дьявола мы людям говорим то что они должны молиться сильными агрессивными ходатайствующими молитвами например например вот это пример плохой молитвы о дорогой господь пожалуйста сделай так чтобы дьявол перестал мучить меня это плохой пример но как мы учим людей ты должен стоять в своей власти в Иисусе Христе сатана ты стоишь на моем пути пошел вон люди думают что мы должны просить Иисуса чтобы Иисус взял и убрал дьявола с пути он уже это сделал он уже одержал победу и он теперь дает нам власть и мы должны брать власть в руки вот такая молитва изгоняя дьявола одно из одна из важных вещей которую я получил в начале своей христианской жизни это то что если ты хочешь побеждать у тебя должна быть молитва о духовной брани это правда разрушение проклятий все прокляты первое проклятие которое сошло на нас от Адама и Евы у всех есть проклятие греха на всех нашло проклятие греха и это проклятие мы разрушаем когда мы верим в Иисуса Христа и когда получаем спасение но также Библия учит нас что есть конкретные проклятия зла второзаконие 28 глава говорит очень много о благословениях и проклятиях и Библия перечисляет список перечень духовных бунтов которых мы должны избегать Библия говорит нам когда мы отвергаем Божьи благословения через наше непослушание неповиновение тогда наши жизни превращаются в проклятые жизни но вот что важно не только что мы можем проклясть свою жизнь через грех мы также получаем в наследство все то зло от наших предков то зло которое может толкать нас в неправильном направлении все те люди которые смотрят это шоу сейчас имеют длинную историю алкоголизма или наркотиков в своей семье это проклятие заложено в семье это означает что все будущие поколения также будут притягиваться к этому злу они должны разрушить это проклятие я все понял давайте вот самые такие важные вопросы на которых идет спор в христианстве потому что если в вопросе изгнания бесов никаких нету конфликтов то в вопросе разрушения проклятий есть большое разногласие у меня первый вопрос проклятие накладывает Бог или дьявол сатана приносит проклятие библия говорит библия нам говорит что Бог позволяет нам быть проклятыми через наши выборы Бог не хочет чтобы мы были прокляты заповедь почитается и мать будешь долголетен на земле и будет тебе благо допустим человек знает что в его роду никогда не почитали родителей и поэтому все умирали в 45 лет в 40 лет и он знает это как ему это изменить к нему приближается возраст в 40 лет и он боится потому что его отец умер в 40 его дед умер в 40 его прадед умер в 40 и он знает что это проклятие и это проклятие Бог произнес как ему изменить это как ему изменить это как люди должны поменять это разрушать проклятие в таком же образом как ты становишься христианином римлянам 10 глава очень четко и ясно говорит нам ты произносишь ты исповедуешь и ты веришь ты исповедуешь то что проклятие разрушено и в своем сердце ты веришь что это так молись следующей молитвой все в моей семье умирают пред временной смертью я отказываюсь принимать это проклятие на свои жизни я провозглашаю то что Иисус Христос дает мне жизнь и надежду и я не помру преждевременно из-за того зла которое делали мои предки я исповедую новое поколение которое будет веровать и провозглашать дела Господни если ты веришь веруешь это в своем сердце дьявол будет повиноваться твоей вере аминь всегда есть конфликт по поводу разрушения проклятия в христианском мире очень неглубокие проповедники они говорят я покаялся и Бог все разрушил и Бог все разрушил но я задаю вопрос но я задаю вопрос когда ты покаялся когда ты покаялся у тебя запломбировались дырки в зубах он говорит нет не запломбировались но я говорю такое же бывает что ты молишься за исцеление и Бог исцеляет зубы человеку но надо специально помолиться но надо специально помолиться и нужна специальная молитва за освобождение от проклятия вот именно об этом спорят нужна ли специальная молитва сперва мы должны встретиться со следующей проблемой есть позиция истины и есть состояние истины позиция истины является та что все что в слове Божьем мы можем иметь заполучить но состояние есть следующее что мы можем не получить это через веру да Христос был проклят за нас на кресте это позиция истины условия этой истины что Иисус был распят за нас чтобы принять эти проклятия мы должны принять эти условия и мы должны действовать чтобы заполучить эти условия истина является такова ничего в Библии не принадлежит нам если мы не будем получать это верой аминь дорогие телезрители хочу обратиться к вам что вы можете сегодня задать свои вопросы Бобу Ларсону по телефону и странице на фейсбуке которую вы видите сейчас на нашем экране и также хочу напомнить что после передачи чистый четверг у нас будет молитва в прямом эфире за нужды всех кто к нам обратиться поэтому вы можете продолжать писать свои нужды и наши секретари их распечатают принесут в студию и я буду продолжать молиться после окончания этой передачи а сейчас задавайте свои вопросы на фейсбук большое спасибо пастор Боб и у нас третья книга которая есть на русском языке эта книга называется изгнание демонов Иисус сказал всем уверовавшим что они будут изгонять демонов также он сказал все что свяжете будет связано и также он сказал наступать на дьявола то есть у нас есть много повеления бороться с дьяволом почему многие служители очень многие они игнорируют это поучение не только они не изгоняют из людей демонов лично но они даже в своих молитвах никогда не употребляют слова дьявол пошел вон во имя Иисуса я тебя связываю я на тебя наступаю я тебя изгоняю вон почему многие причины этому чтобы иметь подобного рода служения ты должен столкнуться с большой критикой сатана очень очень усердно работал на протяжении многих лет чтобы загубить это служение поэтому служители которые находятся в этом служении должны быть критикоустойчивы но я думаю есть еще глубже причина этому всему потому что некоторые проповедники боятся демонов в своей личной жизни их личные проблемы собственные проблемы их личные грехи я слышал как проповедники говорят следующее я не хочу чтобы Боб Ларсон приезжал ко мне в церковь потому что он разоблачит всех демонов что если в моем дикане есть демон что если в группе прославления у прославителя моего демон слишком стыдно но мы должны встретить ту истину быть одержимым демоном это еще не приговор может быть это даже не твоя вина может этот демон передался тебе по наследству от предков это детский хлеб Библия говорит хлеб детям и самое важное это великое поручение Иисуса Христа великое поручение говорит нам первые знамения которые будут следовать за теми кто уверовал именем моим будут изгонять бесов каждый раз когда Иисус посылал своих учеников каждый раз он говорил им одно изгоняйте бесов когда он послал двоих когда послал двенадцать когда он послал семьдесят это прямое непослушание Богу не изгонять бесов тем более что в Старом Завете служения и знания бесов не было исцеление было были чудотворения но ни один пророк не изгонял бесов а Новый Завет каждому христианину дал власть и я думаю что все кто нас слушают в прямом эфире вы должны поверить в эту истину и употреблять власть над дьяволом она дана вам Богом амэн амэн люди страдают напрасно они страдают и живут в страданиях с которыми они в принципе не должны жить болезни с которыми они не должны жить и все потому что они не берут власть в свои руки которую им дал Бог вот и есть предназначение Иисуса Христа чтобы освободить нас свобода не подразумевает какую-то религиозную доктрину это религия Иисус о том чтобы получить полную свободу Иисус дает полную свободу Амэн Позвольте мне сказать вам кое-что Некоторые люди были мучены дьяволом на таком длинном, на таком долгом периоде что к сожалению они даже не знают как это чувствовать как это чувствуется быть свободным по-настоящему они ходят в церковь очень набожные очень религиозные люди но в доме у них разруха они ругаются дети живут в грехе они напиваются и они грешат всякими разными грехами и иногда дьявол ведет их к этому всему они не должны жить подобной жизнью потому что Иисус освобождает Амэн Боб Ларсон, есть атмосфера хорошая Боб Ларсон, у нас есть хорошая атмосфера я хочу чтобы мы вместе помолились за телезрителей мы можем смотреть на экран и обратиться к телезрителям если вас мучают какие-то демоны, бесы или вы находитесь в проклятиях прямо сейчас мы молимся чтобы дьявол ушел вон во имя Иисуса и чтобы всякое проклятие было разрушено пожалуйста, пастор Боб пастор Боб, пожалуйста дайте мне мой крест, пожалуйста я хочу чтобы сейчас вы повторили за мной я принадлежу Иисусу Христу вся власть на этой земле дана Иисусу Христу и он говорит в своем слове, что всю эту власть он дает нам если ты имеешь веру в Иисуса Христа значит у тебя есть вся эта власть власть его воскрешения используй эту власть и повтори эти слова Сатана, я дитё Божье я отказываюсь быть мучим тобою я отказываюсь быть влияемым тобою и кровью Иисуса Христа я повелеваю тебе Иисусом из Назарета останови свои мучения останови свои проклятия я повелеваю тебе выйди из моего тела перестань мучить меня болезнями выйди из моей финансовой сферы перестань обворовывать меня перестань рушить мои самоотношения перестань атаковать мою семью более я не буду слушать тебя дьявол или твои все твои страхи все твои сомнения все твое безнадежное состояние должно покинуть меня оставь меня прямо сейчас во имя Иисуса Христа выйди из моего разума выйди из моего тела выйди из моих эмоций я дитё Божье и я провозглашаю свою свободу через силу и авторитет воскрешения и кровь Иисуса Христа теперь возрадуйся амэн благодаря Иисуса за освобождение слава Иисусу Христу и еще одна книга это книга которая так называется Иезавель почему именно этому демону духу Иезавели вы посвятили целую книгу потому что это самый продвинутый демон в нашем мире в нашем веку я думаю что мы живем в эру церкви Тиатара церкви церковь в Откровениях 20 главе 2.20 Откровение 2.20 Господь говорит я знаю дела твои у тебя хорошие дела ты делаешь хорошо но ты пропускаешь одну вещь ты позволяешь Иезавели искушать моих людей сексуального характера искушения и также в прелюбодеяниях какие самые продвинутые грехи в нашем мире сегодня грехи сексуального характера извращения порнография и также колдовство и оккультизм вот почему этот дух является на сегодняшний день таким активным в нашей культуре сегодня обитает этот демон окей понял ну и наконец-то мы до креста дошли окей now we got to the point of asking a question about your cross about your famous cross my cross многие люди задают вопрос many people are asking the following question почему Bob Larson крест использует why do you use that cross Иисус изгонял бесов словом Jesus was casting out demons only with the word I cast out demons with the word я также изгоняю демонов словом но мне надо отсылать куда-то этих демонов в то место куда они согласны идти когда я наставляю этот крест на демонов мне не приходится говорить ничего крест говорит все я верю в силу креста я верю в силу крови Иисуса Христа я верю что на кресте произошла победа и Иисус одержал победу над дьяволом мне не надо проповедовать дьяволу я просто показываю ему крест 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 это символика власти символика имения вот почему мы через историю мы в церкви помещаем символику крестов это означает что хозяин этого места Иисус Иисус живет там мы верим в его победу на кресте через его кровь можно я по другому перефразирую это когда я ставлю этот крест перед лицом демона это просто ему говорили что Иисус одержал победу а ты проигравшая сторона я согласен пастор Боб у нас есть много вопросов от наших телезрителей и я думаю их будет еще больше и я думаю их будет еще больше поэтому сразу перейдем к вопросам тема очень животрепещущая на ней очень много спекуляций очень много споров вы отвечаете так как вы видите Людмила из Киева если родители получают освобождение взрослым детям тоже надо служение освобождения индивидуально да это очень важно до того как ребенок входит в возраст когда он становится совершеннолетним даже в глазах закона до того родители говорят за них если они не достигли совершеннолетия то родители может разрушать проклятие над их жизнью но когда они достигают совершеннолетия они сами должны разрушать проклятие в их жизни и сами должны делать некоторые произношения конечно вы можете помочь им молитвой но за них больше говорить вы не можете в Америке скажем этот возраст установлен на 18 лет поэтому мы говорим всем родителям делать следующее до того как ваш ребенок достигнет совершеннолетия 18 лет пока вы еще в ответе за них разрушите все семейные проклятия в их жизни Амин Амин Следующий вопрос Нужно ли личное желание человека чтобы получить освобождение Should there be a personal desire from an individual to be delivered? Individual desire or can it be someone else? Вот так я хотел бы ответить на этот вопрос Освобождение это о Боге Естественно человек который посредник который молится или скажем экзорцист и тот человек который принимает эту молитву Поэтому мы должны все работать в унисоне Естественно мы знаем что Бог хочет чтобы все были свободны Я также хочу чтобы люди получали свободу Но также вера того человека должна хотеть получить эту свободу В Писании мы читаем как женщина пришла к Иисусу Она сказала моя дочь одержима И Иисус выглядел так как будто он ее игнорировал сначала Но по-настоящему он испытывал ее веру Но она настойчиво искала исцеление для своей дочери И в итоге ей сказал Иисус Больше веры я не видел среди евреев Твоя дочь исцелена от демонов Ты должен верить Ты должен верить и иметь веру в силу Божью Амэн Вот очень интересный вопрос Аркадий Скажите есть такая болезнь кривой позвоночник И я так понимаю это его ребенок Он сознательно противится исполнять лечебные действия Не носит корсет Не выполняет упражнения Может ли быть это демонический дух И встречали ли вы человека с духом сколиоза И как его изгонять чтобы позвоночник выправил Дух сколиоза Мне надо подумать об этом Мне надо подумать об этом — Почти всякая болезнь, с которой я встречался, являются потенциально причиной, которой является дьявол и демон. Возможно такое, что ты можешь быть болен, но демон не стоит за этим. — Иногда случается наоборот, что бес стоит за этой болезнью. Бес является причиной болезни. — Я видел своими личными глазами, когда изгоняешь бесов, и люди получают исцеление, как результат. — Но если бы я общался с Аркадием, я бы задал ему какие-то специфические вопросы. — Например, была ли история колдовства в семье? — Я бы искал какие-то ключевые моменты в истории их семьи, чтобы понять, возможно ли это колдовство, которое является причиной этой болезни. — Поэтому вы молитесь за исцеление, но также надо молиться за разрушение проклятий и за их знание бесов. — Церковь должна охватить все это вместе. — Я верю, что всякое освобождение и есть исцеление. — И все исцеление и есть освобождение. — Ну, от себя скажу. У меня был случай, я изгонял беса из женщины, и у нее спина распрямилась. — Поэтому это согласно Библии. — Была женщина, имевшая духа немощи. — Но так, как говорит Боб Ларсон, что нужно обязательно индивидуальное общение. — Второй вопрос. Еще один вопрос. — При знании, могут ли часть бесов уйти, а часть останется. И человеку вроде как станет легче, но полного освобождения не будет. — Абсолютно. — Абсолютно. — Это происходит постоянно. — Демоны, они удерживаются в разных частях личности человека. — Часть демона может держаться за родословное проклятие. — А какая-то часть этого демонического существа может принадлежать части настоящей жизни человека. — Например, если человек страдает от злости или от обиды, — Часть этого демона держится за родовое проклятие. — Эта часть должна покинуть человека. — Но если человек живет в непрощении, в обиде, — Какая-то часть этого демона держится еще и за эти вещи в человеке. — Поэтому очень часто освобождение превращается в процесс. — Поэтому очень часто освобождение превращается в процесс. — Именно. — Ну, очень много таких вопросов, которые действительно, братья и сестры, которые возможно на них ответ получить только в личном общении. Нельзя давать консультации такие заочно. Вот еще один вопрос. — Еще один вопрос. — Какова природа детского церебрального паралича? — Детский паралич. — Когда руки вывернуты. Паралич. — Я, кстати, тоже очень много людей встречал, у которых дети с церебральным параличем. — Полио? — Полио или как он называется? — Нет, нет, нет. — Это ноги. — Нет, нет. — Церебральный паралич. — Серебра. — Паралич. — Паралич. — Паралич. — Паралич. — Чудра. — Да. — Какая природа этой параличи? — Ну, очень часто ребенок унаследствует эту проблему от какого-то зла, пришедшая через предков. Дьявол ищет генетическую слабость на генетическом уровне. — Это может быть убийство или это может быть какое-то насилие. — Это может быть убийство или какое-то насилие. — Все что угодно. — Колдовство. — Абсолютно. — Все что угодно. — Но демоны — они умные существа. — Они знают, что мы, как человечество, загрязнены. — И наша генетика загрязнена всякого рода болезнями. — Может быть, там и есть проклятие убийства. — Но демон видит какую-то часть этого ребенка ДНК, где он может за что может зацепиться. — В Библии есть пример человека, чей сын кидал себя в воду и в огонь. — Некоторые думают, что это просто попытки к самоубийству. — Но некоторые другие люди думают, что это был тип паралича. — Или же тип эпилепсии. — Другими словами, на него находил какой-то приступ, и он швырял себя то ли в воду, то ли в огонь. — Иисус сказал, это одержимость, он изгнал этого демона. — И ребенок получил исцеление. — Я еще раз повторяю, не каждый человек с физической проблемой является одержимым. — Но в чем проблема молиться о такой возможности? — Я, когда молюсь, я говорю, Господь, я не знаю, одержим ли этот человек или нет. — Но если он одержим, этот демон должен уйти прямо сейчас. — Почему нет? — Почему не попробовать такую молитву? — Аминь, аминь, аминь. — Хорошо, пастор Боб, очень такой вопрос, но он когда-то был актуален только для Европы, но сегодня он, наверное, актуален становится и для других стран. — Одна женщина ко мне пришла, она сказала, мой сын — хомосексуализм, как мне молиться? — Окей, the question we're going to ask you right now used to be an actual question for European economic area. — But I had a lady come up to me asking me that question. — Bishop Andrey, what should I do? My son is homosexual. — That is a very complex situation. — Очень, очень сложная ситуация. — Gender identity confusion is one of the biggest problems culture faces today. — Люди, которые запутались в том, кто они в своей сексуальной ориентации, являются большой проблемой на сегодняшний день. — Я верю в то, что это еще закладывается в утробе матери. — Я думаю, что гормоны человека, который еще взращивается в утробе матери, теряют какой-то баланс и устройство из-за греха, посредством греха. — Может быть, наркотики. — Может быть, из-за какого-то насилия. — Гормоны просто уходят с баланса. — И когда этот ребенок выходит из своей матери... — И они становятся... — Они запутаны, они точно не знают, кто они — или мужчина, или женщина, или какой ориентации они принадлежат. — Потому что тело матери не производило... — Не давало корректный тип гормонов и не давало своему ребенку те гормоны, которые она должна была давать. — И поэтому ребенок растет и живет в этой контузии, в непонимании, кто он есть на самом деле. — Но наша культура предлагает такой вариант. Говорит, выбирай, кто ты хочешь быть и кем ты хочешь называться. — Мы должны разобраться между человеческой анатомией и как влияет окружающий мир на маленький плод, когда он еще находится в утробе матери. — Я верю, что в какой-то момент им придется встретиться с реальностью анатомии. — С творцом. — И работать на эмоциональном уровне через силу Иисуса Христа с такими людьми. — Кто ты не является твоим выбором. — Бог сделал этот выбор уже за тебя. — Ты не можешь позволять своим чувствам давать тебе выбор, кто ты, мужчина или женщина. — Как матери молиться? — Как матери молиться? — Я думаю, изначально мать должна молиться за исцеление своего сына. — Чтобы Бог исцелил ту часть или физической, или умственной диссоориентации этого парня. — Однажды демон сказал мне следующее. — Ты даже представления не имеешь, что мы можем делать, на что мы способны. — Мы даже можем поменять чей-то генетический код. — И позволить человеку переживать такого рода контузию. — Скажем, в семье у человека было колдовство. — Демоны могут спускаться на уровень генетического кода человека и переписывать этот код. — Например, приведем такой пример. Человек родился с мужскими гениталиями, но чувствует себя, что он женщина. — Очень сложный путь предстоит такому человеку, чтобы перейти такое, но Иисус Христос способен исцелить его. — Видите, проблема в нашей культуре и в нашем социуме сегодня — это то, что мы позволяем людям смиряться с их чувствами. — Мы позволяем им смиряться с их чувствами, но мы не даем им знать, кто они и что они есть. — Мы позволяем им… — В контексте этого хотелось бы всем телезрителям сказать. — Очень осторожны будьте с колдовством, гипнозом, гаданием, вызыванием мертвых, различными экстрасенсорными действиями, с различного рода людьми, которые предсказывают будущее. — Будьте очень осторожны. — Каждый такой визит может демонизировать вашу жизнь, вплоть до того, чтобы даже изменить вашу генетику, что может сказаться не только на вашей жизни, но и на жизни ваших будущих поколений. Не зря в Старом Завете Библия говорит «ворожию не оставляй в живых». Слава Иисусу, в Новом Завете не надо убивать колдунов, гадалок, чародеев. Они могут получить свободу через изгнание бесов и через освобождение. Но почему такое строгое отношение к ним было в Старом Завете? Потому что они буквально инфицируют демонами людей, обращающихся к нему. И слава Богу за нашего Господа Иисуса Христа, который пришел и дал власть христианам, верующим людям. И он сказал, что именем моим будете изгонять бесов. Амэн. Амэн. Боб Ларсон, последний вопрос. — Боб, последний вопрос. — Я знаю, что вы сегодня устали. — Я знаю, что вы очень устали. И я думаю, что с вами мы могли бы провести передачу в течение пяти часов. — И это было бы бесконечные вопросы. — Вот такой вопрос. Зацепили эту тему. — Может ли люди, которые поменяли свой пол через операцию, покаяться и ходить в церковь? И попадет ли такой человек в рай? Ужас! — The question is, can somebody who changed their gender, transsexual person, or transvestile, who physically changed their gender, start coming to church, receive salvation, and then eventually go to heaven? — Да, может. — Амэн. — Это состояние сердца то, что важно. — Скажем, когда они перенесли такую операцию и поменяли пол. — Вообще такая, подобная операция, она необратима. — Поэтому это и есть сложности сегодня. — Но мы должны научиться смотреть сквозь это и смотреть на сердце человека, которое верит в Иисуса Христа. — Амэн. — Амэн. — Кстати, вы уже десятый раз в Украине. — Я думаю, это одиннадцатый раз уже. — Одиннадцатый раз. И вы чувствуете дух, атмосферу. — Что это? — Почему тридцать лет? — И мы не можем сдвинуться с места. — И вместо того, чтобы развиваться, расти, экономически расти. — Происходят еще хуже вещи. — Мы теряем Крым, теряем Донбасс. — У нас идет война. — Мы имеем массу проблем. — Сказать, что Украина — это плохие люди. — Но это очень хорошие люди. — И Украина всегда была местом пробуждения. — Из Украины очень много проповедников уехало в Россию. — Открыли там церковь. — Здесь много людей, ищущих Бога. — И я верю, что у нас должна быть другая студьба. — Какое-то проклятие. — Разделение. — Потому что как только приходит какая-то беда. — На какое-то время люди объединяются. — Но как только чуть-чуть становится легче. — Все разделяются. — Все друг друга обвиняют. — Все ищут кого-то виновного. — И кажется какой-то тупик. — Поэтому вся Украина сейчас взывает Бога. — И они говорят, Господи, дай нам человека. — Я думаю даже не вопрос в человеке. — А вопрос в демонах. — Которые влияют на наше руководство, на правительство, да и на всех людей. — И на всех людей. — У меня есть теория. — Хочешь услышать мою теорию? — Я думаю, телезрители тоже хотят. — Я здесь как третье лицо смотрю со стороны. — Но в Украину я приезжал много раз. — Я путешествовал по стране. — И я верю, что я могу видеть со стороны некоторые вещи, которые украинцы лично не видят. — Иногда не видишь прямо то, что находится перед тобой. — Первое. — Это замечательная страна. — В сельскохозяйственном понятии эта страна была сорсом, источником еды для всей России и для других наций. — Страна имеет большой потенциал быть мегасилой в Европе и для других стран. — И украинские люди самые серьезные о Боге и религии, которые я никогда не видел в любом мире. — И я путешествовал по всему миру, и я могу сказать, что украинцы самые серьезные люди, настроенные по Богу. Они самые верующие люди. — Прямо после протестов я посетил Майдан. — Еще весь мусор еще не убрали после Майдана. — Но я помню эту большую сцену, куда выходили спикеры. — И там стоял крест. — Там были кресты везде. — Люди взывали к Богу, чтобы Бог освободил эту страну. — Дьявол знает и боится того, что Украина может быть одной из самых величайших наций в этом мире. — Вот почему в одно время он послал Сталина, чтобы убивать украинцев. — Вот почему он послал далее Гитлера, чтобы убивать украинцев. — Вот почему дьявол послал коммунизм и атеизм. — Дьявол направляет все свои силы на эту страну. — Наверное, более чем любую другую славянскую страну. — Потому что эта страна владеет наибольшим потенциалом. — Но вот самый главный ключ, который я верю... — После всех этих хороших вещей... — Я могу сказать что-то негативное. — В истории Украины практиковалось столько много колдовства. — Это столько много людей, которые говорят, что они верят в Бога, но держатся за колдовство другой рукой. — Если же Украина покается в том колдовстве, в котором она была замешана на протяжении веков, я верю, что Бог поднимет эту нацию с колен. — Это правда. — Когда вы, украинцы, будете голосовать, вы должны молиться следующей молитвой. — Господь, человека, которого ты поставишь, чтобы править этой страной. — Чтобы тот человек делал те выборы, которые будет чтить Бога. — Чтобы это проклятие колдовства. — Проклятие, которое тянулось через рода. — Коммунизм, фашизм, чтобы все эти проклятия были разрушены над этим народом. — Вот эти вещи вы должны решать. — Вы должны решить как нация. Вы должны просто развернуться, уйти. — Или позволить дьяволу дальше губить эту нацию. — Потому что в духовном смысле все решается впервые. — И я, как третья личность, я призываю всю Украину, всех украинцев, чтобы вы покаялись за все колдовство, за весь оккультизм. — И я также хочу вас вдохновить на то, чтобы вы разрушали проклятие тех диктаторов, которые наложили на эту страну. — И я молюсь о том, чтобы вы выбрали правильного человека, и вы сделали правильный выбор, который будет... — Следовать воле Божьей, как правитель этой страны. — Я также хочу сказать, хочу отметить то, что когда я видел фотографию, где стоите вы с религиозными представителями этой страны, и также с президентом... — Епископ, я хочу поблагодарить вас лично и сказать, что это большая честь быть здесь рядом с вами, с человеком, который чтится в правительстве и чтится... — Которого чтут между религиозными лидерами этой страны и вообще по всему миру. — Я знаю, что спасет Украину. Это работа нового поколения и работа нового христианского телевидения. — Поэтому стань партнером сегодня... — Стань партнером нового христианского канала, потому что это голос сегодня в этой стране, который освободит от колдовства и от всяких проблем. — Спасибо, пастырь Боб. Я, кстати, вот то, что вы сейчас сказали... — У меня был разговор с одним политиком. — И мы говорили о кандидате в президенты от их политической партии. — Я спросил... — Почему возле вашего кандидата так много колдунов и гадалок? — Он же позиционирует себя как верующий. — А он мне ответил... — Возле царей всегда были пророки. — Они не разбираются, что от Бога, что от дьявола. — И это очень часто так происходит. — Они идут к гадалкам и думают, что они идут к Богу. — И это надо отделить. — Именно отделить Словом Божьим. — Пастор Бог, помолитесь за предстоящие выборы. — И на этом мы закончим. — И на этом мы закончим. — И на этом мы закончим. — Господь... — Это поворотный момент в этой нации. — Им приходится бороться со злом на разных фронтах. — Но мы знаем, что величие есть в Украине. — Если Божьи лидеры... — Божьи правители, которые будут ставить тебя первым, Господь... — Мы благословляем Украину. — Мы благословляем их лидеров и их людей. — Мы благословляем всех тех, кто будет участвовать на выборах, чтобы они получили эту мудрость сделать правильный выбор. — Мы молимся, чтобы все проклятия над Украиной... — Были разрушены во имя Иисуса Христа, силу Иисуса Христа. — Господь, помоги этим людям понять... — Когда они будут голосовать... — Они принимают решение... — Они примут решение или благословить, или проклясть Украину. — Мы просим тебя, Господь, дай им мудрости принять правильное решение. — Аминь. — Аминь. — Большое спасибо, пастор Боб. — Спасибо большое, пастор Боб. — Они проходят каждую неделю по телеканалу Новый Христианский, и вы можете их смотреть. — Большое спасибо. Это было очень потрясающее время сегодня, и я думаю, люди получили ответы на очень многие вопросы. — Дорогие телезрители, хочу вам напомнить, что после двухминутной рекламы я буду продолжать оставаться в этой студии. И у меня уже целая пачка ваших нужд, проблем, вопросов, за которые мы будем молиться. И мы будем молиться, чтобы эти нужды и проблемы были разрешены. Также я буду молиться и благословлять партнеров телеканала Новый Христианский. А также, если вы еще не партнер телеканала Новый Христианский, пишите нам на фейсбук страницу, звоните по телефону, который вы увидите на экране телевидения. Большое спасибо, что в этот вечер вы были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова